Добрый день, опять я Андрей Туманов, и сегодня у нас в гостях, как всегда, интересный человек Сергей Евгеньевич Юшин, руководитель Мясной Ассоциации, правильно я называю? Национальная Мясная Ассоциация. Национальная Мясная Ассоциация. У нее длинное название Национальная Ассоциация Производителей, Повставщиков и Потребителей, то есть нас с вами. А, значит, мы входим в Ассоциацию. Вы тоже входите, мы о вас думаем. Ну, естественно, разговор у нас пойдет про мясо. Вроде бы, что про мясо говорить? Вот мясо, мясо, колбаса да мясо, да, вроде бы все просто. На самом деле, вот мы поговорили перед притачей пять минут, и я за пять минут уже узнал много-много для себя нового и интересного, и что я не мог просто предположить. Начнем с того. Вот при советской власти, вот в нашей молодости, говорят, было все хорошо. Тучные поля, коровы бродили, столько было. Да я по себе смотрю, вот у нас на даче там коровники были, навоз собирали. Столько коров было, а сейчас коров нету. А вот раньше коровы были, мяса не было, сейчас коров вроде бы не видно, а мяса полно. Вот где здесь, я не могу понять, откуда все... Очень правильное и верное замечание. Я тоже сам, у меня есть одна такая любимая короткая поговорка. В СССР мясо было дешевым, но в магазине его не было. Вот, что касается скота, действительно, между скотом и мясом, все-таки мясо мы получаем от скота, от коров, свиней, от птицы. Вот между скотом и мясом очень большой путь надо проделать продукции, прежде чем вообще попасть на тарелку. И в СССР действительно было очень большое поголовье, даже в последние годы, прежде всего, коров, потому что субсидировалась в огромных объемах эта отрасль. Она никогда не была рентабельной, экономически она не могла без такой существенной господдержки выжить. Ну и говядина, если вы помните, на кости стоила лопатка 2 рубля, а колбаса доторская 2,20-2,30. Это смешно, когда говядина стоит дешевле, чем вареная колбаса. Собственно, почему потом она вся и пропала. Так вот, коровы-то были, и были убойные предприятия. И в Москве, в частности, я вот в школу ездил с текстильщиков на Даганку, мимо Михаяновского мясокомбината. И там тогда еще в начале 70-х... Запашок такой был, да? Но там стояли скотовозы с этими коровами, которые, собственно, как шли, или бычки уже, так сказать, молочное направление, шли на убой. И проблема-то, что вы должны забить скот так, чтобы мясо не пропадало. Для этого должны, во-первых, быть санитарные, гигиенические условия, чтобы оно не портилось мясо. Должны быть, соответственно, холодильники, где у вас сохраняется нормальная температура. Вы должны по всей цепочке логистической и дальше эту температуру поддерживать. В том числе, когда транспортируете, привезли в магазин. Там же тоже температура должна быть везде. Не только на прилавке, но и там раньше в подвалах, мы знаем, в магазинах мясо хранилось. То есть, очень большие были потери. Большие были потери. Сегодня мы, когда разделываем скот, мы продаем буквально все. Ничего не выбрасывается. Даже хвосты. Они особо дорогие, я знаю. Лапки куриные в Китае мы продаем по 300-400 рублей за килограмм, между прочим. Лапки куриные, которые мы с вами в России не едим, а там это дефицит. А так как у курицы, если она не, так сказать, какая-то с другой планеты, всего две лапки. Представьте, сколько китайцам нужно лапок. Мы продаем ножки, хвосты, пятачки, все, что угодно, все, что там ценится. То есть, мы не выбрасываем ничего. Поэтому в СССР были большие-большие потери. И, конечно же, вот тот объем скота, который он был, он давал не так много мяса. Потому что и породы не так откармливались. И вопрос не в том, сколько у вас скота, а сколько вы мяса можете с этого получить. Вот у нас сегодня гораздо более эффективное производство, переработка. Когда мы больше мяса от каждой единицы скота получаем. То есть, если сравнить сегодняшние поголовья свиней с последним советским периодом, то у нас по-прежнему на 8 миллионов свиней меньше. То есть, было 38 в 90-м году, а сейчас там 27-28, даже на 10, считайте, миллионов меньше почти. И при этом Россия занимает четвертое место в мире по производству свинины. После кого? Потому что, ну, первое, это у нас китайцы. Они производят половину мировой свинины. То есть, если в мире всего производится порядка 110 миллионов тонн. Свинины или количество свиней? Нет, свинины. Мы про мясо говорим. 110 миллионов тонн. Вот 55 примерно производится в Китае. 55-57 они там потребляют. Половина свинины мировой. Конечно, у нас очень крупный производитель – это США, где производство там на уровне 10-12 миллионов тонн. И далее у нас идет Евросоюз. Ну, собственно, потом вот мы с Бразилии там четвертое, пятое место между собой делим. Я к тому, что мы сегодня от свиней, вот в СССР свиньи были жирные, много сала фактически выбрасывалось. Ну, что мы сало столько-то не едим и не ели. В колбасу докторскую салу много клали, поэтому она и жирная такая, 22-24%. Вот. А сегодня мы больше получаем мяса от каждой свиньи. И еще. Мы про свиней говорим только? Это про любой скур, какая разница? Если у вас курочка росла, там, предположим, до товарного веса, до убойного веса 3 месяца, то какая разница, что у вас вот было много голов на кур? У нас сегодня их меньше. Но мы до живого веса 2,5 килограмма их откармливаем, ну, благодаря генетике хорошей, селекции, санитарии, сохранности по голове, то есть здоровью, чтобы не болели, чтобы не помирали. Ага, вот вы сейчас сказали генетика. Сразу кто-то скажет, ага, генно-модифицированное все, этого у нас боятся. Так, чтобы здоровыми. Это вы напичкали антибиотиками, вы напичкали этим, тем. Давайте сначала закончим. Так вот, мы сегодня можем спокойно при соблюдении всех в России очень строгие и жесткие нормы к применению ветеринарных препаратов, тем более антибиотиков. Все это прослеживается очень жестко. И мы бы вряд ли были крупным экспортером, если мы баловались бы антибиотиками. Потому что никакая страна к себе такое мясо не пустит, а проверки везде идут. И у нас на территории, когда мы туда отправляем. А мы, между прочим, наше мясо птицы поставляем почти в 60 стран мира. Все серьезно? Да, это мы об этом поговорим. Так вот, мы сегодня за 37-40 дней откармливаем курицу до 2,5 килограммов. И она несравнимо больше мяса дает, чем тот синий, дохлый цыпленок. Вот, помните, такая шея его? Синяя птица. Синяя птица, которая была высажена. То есть, свинья. Раньше 250-300 дней откармливали эту свинью несчастную. Очень много корма. 6 килограммов корма единиц мы на килограмм привеса тратили. А сейчас, ну, на откорме 2,8 всего лишь. И при этом мы свинью откармливаем до товарного веса, там, 110-120 килограммов за 170-175 дней. Вот вам и все. Зачем вам много большой поголовья? Вам надо много мяса. Поэтому у вас может быть очень много коров дохлых по 300 килограмм. Одни кожи до кости. Или у вас может быть гораздо меньше абердин ангусов, которых мы докармливаем за полтора года. Ну, от отела до убоя. 18 месяцев. 650 килограмм. Вот и вся история. Я не могу понять, вы оптимист или просто много знаете? Я реалист. Потому что... В великом знании велики печали. Как я могу быть оптимистом, если я много знаю? Нет, ну, кто-то сейчас посмотрит, скажет, ну, как, вот в сельском хозяйстве все плохо, там все развалилось, там коровники стоят запущены. А вы говорите, что сейчас все в порядке, все нормально. Я не очень понимаю, кто так и все это скажет. Все, кто ничего не знает, не интересуются и видят два коровника разваленных, ну, и забросили, потому что в них уже ничего невозможно производить. Но Россия проделала, ну, по мировым масштабам, сравнимый с полетом Гагарина в космос путь в нашей мясной отрасли. Я без преувеличения это говорю. Вы хотите сказать, что у нас с мясом все нормально? Ну, давайте факты какие-то приведу. Давайте. А не просто скажут, я могу сказать, да, все нормально. А дальше... Нет, давайте факты. А давайте факты, да. Вот возьмем, например, 20 лет назад, 2004 год. Нормально так, 20 лет. Россия потребляет на человека в год примерно 53 килограмма мяса. Всех видов 53. При этом импорта мы завозим 2,5 до 3 миллионов тонн. И мы столько возили мяса из-за рубежа, нам не хватало, чтобы даже при таком скромном относительно потреблении полностью обеспечить спрос населения, мы ввозили до 2012-2013 года до 3 миллионов тонн. Откуда, кстати, ввозили? Отовсюду. Новозеландия? Америка, Америка, прежде всего. Австралия. Европа, Канада. Огромные объемы были говядины из Бразилии, Аргентины, Уругвай, Парагвай. Да десятки-десятки стран мира. Вся Европа. Ну, представляете, собрать 3 миллиона тонн, да? Мы ввозили живых свиней, до 2 миллионов штук в 2010 году завезли, просто не хватало свиней, чтобы мы здесь забивали. Мы были одним из самых крупных импортеров мяса в мире. При том, что не очень сами много ели. И все производство наше тогда составляло порядка 5 миллионов тонн. 5 миллионов тонн мяса. В прошлом году мы практически поднялись до, там, без малого, 12 миллионов тонн. Импорт у нас 3 миллионов сократился до примерно 600 тысяч. Ну, и там в основном говядина, и то это большая часть Беларуси. И там даже мясо птицы есть. Мы завозим. И тоже много из Беларуси. Но Россия стала страной, нет-то экспортером мяса. Что это означает? Что мы вывозим мясо больше, чем завозим к себе. Ну, это такой ассортиментный обмен, это нормально. Всегда торговля продуктами питания, она идет в обе стороны. То есть, нам что-то не хватает каких-то частей, например, там, говядины для мясопереработки, для колбасных изделий. Вот эту говядину мы там везем из Южной Америки. Частично немного, значит, буйвола мяса из Индии везем. Ну, и вот очень много Беларусь поставляет в них мощное молочное производство. Так в прошлом году, если посчитать, сколько мы вывезли живого скота. Мы продаем живой скот в соседние страны. И даже генетический скот. Да, генетику продаем. Мясо на кости и бескостное, неважно. Супродукты пищевые, которые мы с вами там тоже любим иногда, там, печень, сердце, что-то еще. Не пищевые супродукты, потому что много животных, того, что мы с вами не едим. После этого можно сделать потом мясо с костной муку, там, корма для кошек, собак, бог знает что. И многие другие продукты, которые мы получаем от животных или птицы. Вот общий объем экспорта в прошлом году составил миллион тонн экспорта. На сумму 2 миллиарда долларов. Россия сейчас четвертый по объемам производства, производитель в мире мяса. Четвертый. По птицам мы нет экспортера. У нас примерно на 100-150 тысяч больше экспорт, чем импорт. По свинине у нас импорт был, я помню точно, там, 10-12 год, миллион 200 тысяч тонн. Миллион 200 тысяч тонн. Включая живых животных, субпродукты. Сейчас импорт 2000 тонн свинины. Потому что наша свинина такая дешевая, что ее можно ввозить, никто не запрещает. Она по цене не проходит. И мы вывезли в прошлом году порядка 240 тысяч тонн свининых субпродуктов. Сейчас вот еще и в прошлом году Китай открыл свой рынок для нас. А это очень сладкий и очень желаемый рынок. И мы уже первой партии в Китай отправляем. Китай очень много покупает. А еще кто покупает? Свинину нашу. Вы удивитесь. На рынке Вьетнама Россия поставщик номер один. Половина вьетнамского импорта – это российская свинина. Монголия. Ну, она там рядом, понятно, у нас есть производство. Недалеко от границы, логистика близкая. Монголия покупает. Гонконг покупает. И Беларусь. Раньше Беларусь нам поставляла в год до 60 тысяч тонн свинины. А сейчас они у нас десятки тысяч тонн покупают. Ну, в частности, для своей мясопереработки. А потом уже в виде колбасы нам сюда поставляют. Ноги же любят белорусские колбасы. Так вот, часть белорусских колбас сделана из российской свинины. Мы и говядину поставляем. Казалось бы, мы крупный импортер. По-прежнему в прошлом году мы порядка 300 тысяч тонн везли говядину из разных стран и из субпродуктов. А вывезли, ну, немного не добрали там до 40 тысяч тонн. Но там говядина есть в том числе и премиальная, которая стоит, на минуточку, так я скажу, тысячи рублей килограмм и больше. Премиальная это как? Премиальная это высококачественная говядина от мясных пород, мраморная говядина для ресторанов. Говядина есть разная, как вот автомобили. У всех вроде четыре колеса, да? Но есть, ладно, не буду называть. Давайте назовем опель, да? А есть майбах. Вот. Но и в мясе то же самое. Есть мясо, полученное от старой коровы. Кстати, иногда от старых коров очень хорошее мясо и очень дорого продается в московских ресторанах для стейков. Ну, повара так делают с помощью кулинарных своих фокусов. Это мясо очень нежным, вкусным, таким ароматным. И оно очень дорого стоит. Но вообще, если брать там старых молочных коров, понятно, что у них вряд ли говядина будет мягкой. Я же помню, как всегда, мы в СССР. Да и сегодня вот возьмешь, если говядину от мясного шлейфа, ну, там, жуешь, жуешь. Вот сколько ее там, два часа варить надо, чтобы она прожевалась, да? Ты за две минуты с одной стороны, с другой стороны стои, к себе не пожаришь. Ну, просто невозможно будет жевать. А там такое мясо нежное, что тартар-то вообще это свежая говядина сырая. Мы же едим, а он же нежный. Почему? Я побаиваюсь, честно говоря. Такие напрасно. Вот и напрасно. А вдруг там что-то вредное? Это эти... Ну, для этого у вас есть Роспотребнадзор. Посмотрим, отравились ли люди говядины в прошлом году. Я что-то не читал, что кто-то отравился. Я читал, что много водкой травится. Да, про говядину не слышал. Вот. Поэтому говядина бывает очень и достаточно дешевой. Вообще говядина не может быть дешевым мясом, потому что время на ее производство в разы больше, чем, например, на производство свинины. Кормов, ну да, тоже в несколько раз больше. И в отличие от свиньи, которые нам там дает 12 поросят за раз, еще плюс она у нас больше, чем два раза в год опороз, так сказать, дает. То есть мы получаем сейчас от одной свиноматки на современной ферме, ну, в принципе, где-то до 30 поросят. Там не все, может, выживают. Ну, где-то 26-28 товарных точно получим. Представляете? Это опять по количеству животных. Надо ли нам большое поголовье? Я говорю, не надо. Надо, чтобы поголовье мясо давало, а то свиней кормить. Так вот, говядина бывает очень простой, но не бывает дешевой говядины в мире. Это элитное мясо, на которое надо очень потратить много денег для его производства, много времени, много усилий. Ну, и есть совсем дорогое мясо. Понятно, кто в рестораны ходит или в магазины. Мраморная говядина там стоит 3, 4, 5, 6 тысяч за килограмм. Ее, кстати, в России не хватает. Вот так вот спрос на элитное мясо растет. Возвращаясь к экспорту, мы поставляем говядину как премиальную и в Саудовскую Аравию, и в Арабские Эмираты, и в Кувейт, и в Китай. То есть, вот очень разная такая большая-большая география. И поставляем обычную говядину тоже. Там они субпродукты, кости поставляем за рубеж. Кости. Ну, а почему вот так вот кости? Ну, во многих странах они это не от бедности их покупают. Им не хватает костей, чтобы бульона варить. Там в Африку, например. Мы поставляем и во Вьетнам. Это не от бедности. Это от того, что у животного, ну, природа так взяла, что ему нельзя животное создать там с восьмю ногами и полностью из костей. А кому-то это надо. То есть, наше потребление не отражает натуральные пропорции животного. Например, если бы с вами ели окорочка куриные, как было в начале 2000-х, то нам нужно было бы кур всех растить шестью ногами, иначе бы их не хватало. Поэтому окорочка, так сказать, завозили и до недавнего времени даже, потому что у нас потребление больше красного мяса. А Европа завозит больше грудки, потому что, ну, они уже сделали грудь такую приличную, да, за счет генетики у птицы. Ну, не геномедифицированной, а генетики. А все равно не хватает. Для переработки не хватает то, что это очень постное, хорошее мясо. Вот, и оно востребовано. Так что вот Россия поставляет в целом, ну, в среднем, каждый год примерно в 60 стран мира. Сейчас очень хорошо работает Минсельхоз России и Росфельхознадзор. Правительство – это вот долгие переговоры, чтобы открыть там новые рынки. Ведь мы свинину продавали даже Венесуэлу. Где она и где мы, да? Мы в Африку, в Анголу, то есть ниже экватора индейку поставляем. Вот вам и Россия. То есть Россия стала заметным игроком на мировом рынке. Но пока наш потенциал далек от того, чтобы мы его полностью использовали. Переведу пример. Справа от нас, на востоке, есть страна, называется Япония. Много гор, много рек, лесов, полей. Меньше гораздо. И трудолюбивых японцев. Полно заводов. И еще плюс японцев там 120-130 миллионов человек. Так вот, на этой маленькой территории. Так вот, эта маленькая территория производит 4,5 миллиона тонн мяса. Рядом Россия. Окей, забываем про те регионы, где сложно из-за климатических условий животных содержать. Сибирь, предположим, да? Большая часть Дальнего Востока. Там часть Кольского полуострова. А мы производим вот на остальной этой огромной территории всего 12 миллионов. И мы четвертой в мире. Теперь представляете, сколько мы могли бы производить, если мы продолжали, а я думаю, мы будем продолжать, очень грамотную политику в отношении развития и поддержки сельского хозяйства. Создание инвестиционно привлекательного климата. Поддержки в целом жизни на селе. Потому что мясо люди делают. Там у нас есть роботы, конечно. Но далеко не на всех этапах. Надо, чтобы мясо сделать, очень много людей. Чтобы разделать, обвалять. То есть, отделить от костей. Красиво порезать, как мы любим, на тарелочку. То есть, это большая работа. То есть, у России колоссальные перспективы, несмотря на все эти замечательные успехи, которые вот за 20 лет из ничего мы создали современную мясную отрасль. Одну из самых конкурентоспособных. Если вы поедете на такую среднюю как бы ферму, там, в Европе, в Америке, вы удивитесь. Мы лучше выглядим. Потому что мы брали самые последние технологические разработки. В плане оборудования, гигиена, санитарии. Но, действительно, это не преувеличение. И не пропаганда. Я знаю, о чем я говорю. Наше убойное предприятие. Вот если кто-то бы пошел и посмотрел, в каких условиях мы уже из скота или птицы делаем мясо и продукцию, люди бы удивились. Там чисто как в хирургическом кабинете. Да, я был в Кировской области не так давно на таком предприятии. Все ходят в белых халатах. Единственное, на что мне пожаловались работники, что им запрещено всем держать домашних животных. Кошечек, птичек, собачек. Категорически. Про кошечек и собачек – это преувеличение. А про птичек, если вы были на птицеводческом предприятии, то это вполне логично. Это, на самом деле, защита их собственных рабочих мест. Это не потому, что собственники такие злые или вот вредоносные, или боятся конкуренции, что он там птицу свою будет выращивать и всю страну кормить. Да нет. К сожалению, в домашних хозяйствах очень сложно, я бы сказал, почти невозможно создать тот уровень биологической безопасности, чтобы животные не заражались опасными болезнями. А болезни есть смертельные для скота. А есть болезни, которые смертельные и для скота, и очень опасные, но смертельные для людей. Поэтому эти люди должны понять, что, например, будет он там свиней содержать у себя на дворе. А я говорю уже из практики, что было на самом деле много лет. Но свинья у него в лучшем случае на дворе. Вот там могут бегать крысы, каким-то кормом укормить, не всегда проверенным. А африканскую чуму свиней вирус можно стащить на волосах, на одежде. Пошел я, хозяин этих свиней, в лес по грибы и на ботинках принес к своей свинке африканскую чуму свиней. Она там хранится при любой температуре месяцами. Или пошел я поохотиться. Кабана убил там, не проверил, а он тоже с африканской чумой свиней. У меня все погибли свиньи. У соседей всех свиней изъяли, утилизировали. И еще в зоне 5 километров, включая его собственное рабочее место, он останется без штанов. Из-за того, что ему хочется что-то там содержать. Знаете, вот эти слова не всем сейчас понравятся. И многие будут говорить, вот это вот специально делают для того, чтобы дать работу крупным предприятиям. Вот пусть они это делают специально, вот давят в мелких фермеров. А вот раньше было... Да не может мелкий фермер обеспечить объемом, такие, которые нужны, заводам. Торговым сетям. Мы не работаем на одном рынке. Но себя-то обеспечить он может? Себя, свои семьи, своих родственников? Да, да. Пока у него все, так сказать, не померли, может, да. То есть вы не видите перспективу в фермерстве? Я вижу, и у нас по-прежнему, например, в свиноводстве, около 10% поголовья содержится в личных, даже больше, чем процентов 12, в личных подсобных хозяйствах. И это миллионы свиней. Просто есть регионы, где очень сильно раздается свиноводство. И местные власти уже столько раз, извините за слово, нахлебались с решением проблемы утилизации сотен тысяч голов свиней. А их же надо сжигать. Потом их нужно закапывать, чтобы вирус дальше не распространялся. Это же там карантин, ограничение торговли. Это миллиардные убытки для регионов. Это в течение года предприятие не работает, его же надо восстановить. Это же компенсация надо предприятию со стороны страховых компаний. А бывает региональные власти вынуждены платить за изъятые поголовья. Так вот, они так намучились, что они стимулировали, чтобы люди сами отказывались от этого. Ребята, вот не буду область называть, там крупные предприятия. Если вам нужна свинина, мы вам продаем ниже себестоимости. Заберите, вот вы тут работаете, вот берите эту свинину. Почти за так дешевле, чем в магазине. Но только не держите их. Почему? Потому что там вот несколько раз были вспышки. И потери составляют от десятков до сотен миллионов рублей. Поймите, пожалуйста, это не шутки, это болезни животных. Хорошо, что африканская чума свиней абсолютно безопасна для человека. Мы съели с вами там мясо с вирусом, ничего не будет. Но есть же другие болезни. Трихонеллез, например. А вы говорите, сырое мясо можно есть? Говядину. 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 Так, пожалуйста, любое мясо проходит, особенно в России, очень серьезную ветеринарную проверку. Серьезную или... Абсолютно серьезную. У нас самое лучшее в мире, я даже не знаю, где еще есть, система прослеживания называется Меркурий. Вот от начала, так сказать, как животное там родилось, все его перемещения с места на место, с фермы на ферму, с скот на припятие убойное, с убойного там в цех, туда-то, в сеть торговую. Великолепная система, и ее хотят, в общем-то, какие-то страны даже перенимать. Нет, нет, в этом плане уж Россельхознадзор, то есть наше государство, ветеринарная служба, вновь, как это было в СССР, становится примером для многих ветеринарных служб мира. Господин Данкверт, руководитель Россельхознадзора, я немножко знаю, бывал. Я с ним как-то был в Бразилии, и тогдашний министр сельского хозяйства делал прием в честь Данкверта и произнес тост. Вот я хочу, говорит, тост поднять за господина Данкверта, который научил нас производить безопасное мясо, в результате чего мы не только в России теперь поставляем, но и во многие другие страны. А Данкверт там их, ну, будь здоров, как держал в ежовых рукавицах, заставляя поставлять исключительно безопасное мясо согласно нашим очень строгим российским стандартам. Надо будет его пригласить в нашу передачу, тем более здесь он недалеко находится от студии. Да, будет очень интересно. Поэтому я понимаю людей, которые, ну, по разным причинам хотят по-прежнему содержать животных, но не везде запрещено. Там, где у вас нету развитого промышленного птицеводства, что свиноводство, ну, кто вам будет запрещать? Ну, какой смысл? Вы же никому не угрожаете. А предприятие имеет право себя обезопасить. Поверьте, вот, например, сколько сейчас стоит ферму построить свиноводческую, ну, такую промышленную? От 3 до 5 миллиардов рублей. Миллиардов? Миллиардов, да, да. А теперь представьте, что из-за чьей-то беззалаберности, халатности, мы же понимаем, что такой правовой нигилизм, да, отсутствие понимания, что в лесу могут быть кабаны, и его останки вы наступили, принесли домой, занесли, или на предприятии, не дай бог, вы не соблюдили все правила гигиены, санитарии, занесли. И вам нужно одномоментно, в течение нескольких дней, забить, сначала усыпить 50 тысяч свиней. Вы вообще понимаете, о чем речь идет? Речь идет о нашей государственной продовольственной безопасности. Не о чем-то частном интересе, конечно, уважаем этих людей. Но поверьте, сегодня на селе растут зарплаты, появляется много новых рабочих мест, у нас дефицит кадров. Зарплаты в прошлом году на предприятиях мясной отрасли выросли от 15 до 40%. В этом году снова растут, потому что людей не хватает, мы хотим больше производить, а у нас везде дефицит кадров. Поэтому у людей есть чем заниматься. А так представьте, какой образ жизни. Сначала ты должен отпахать на ферме или на убойном предприятии, а там работа тяжелая. На ногах 8 часов, постой, при температуре плюс 6. Да? И домой приходишь еще за свиньей там ухаживать. Ради чего? Ради чего? Люди уже должны отдыхать, книжки читать там, ну, кто хочет телевизор смотреть. Может быть, в кино пойдут, если будут доходы нормальные. Или картошку сажать. Ну, например, кому-то нравится своя картошка. Но я еще раз хочу повторить. Уважаемые зрители, ну, нет ничьей злой воли, нет там конкуренции вот этих вот очень маленьких с этими очень большими. Но не мешают они никак. Вообще. Они живут своей жизнью. Понимаете? Поэтому мы говорим только об одном. Если у вас в деревне кто-то будет безалаберный, все равно во всей деревне эти животные погибнут. Безалаберные обычно всегда бывают. Конечно. Хорошо. Мы не до конца проговорили вопрос по поводу антибиотиков тех же. Есть такой анекдот. Почему больному человеку надо отваривать курочку и давать этот бульончик? Потому что там антибиотиков много. Это анекдот такой. А вы говорите, что это не совсем так? А люди-то думают, что сплошные стимуляторы и антибиотики. Думать – это нормально. Но вот если бы люди действительно так думали, когда я общаюсь с журналистами при всем уважении, говорят люди, я сразу спрашиваю, а сколько процентов людей? Что, может быть, 100% вы спросили? Может быть, 2-3 человека написали куда-нибудь в интернет? У нас же сегодня любой полуграмотный, который не знает, как писать, никто или никто, они же все в интернете теперь пишут. И вот он что в голову сбрело, он то и пишет. Если бы люди так думали и боялись бы этого, то тогда бы потребление мяса не росло. Что у нас с потреблением? Я вам говорил, что в начале 2000-х оно было порядка 50 кг на человека в год. В этом году у нас будет более 80 кг на человека в год мяса и мясопродуктов. И при этом с 2015 года, когда располагаемые доходы населения год за годом падали, то есть мы беднели, да, вплоть до прошлого года, снова вверх пошло, располагаемые доходы населения, только потребление мяса росло такими темпами, какие мы видели, выросло на 10%. Казалось бы, мы беднее, а люди мясо больше едят. Так они что, антибиотиков не боятся, значит? Значит, не верят они, что они там есть. Все, это уже старые байки откуда-то. Безусловно, я не буду отрицать, что в свое время, когда не такой была сильной ветеринарная служба, и надо сказать, что какие-то ветеринары, они даже пострадали, потому что были и суды, и даже уголовные дела, или административные дела были, и штрафовали, и сажали. Они так сквозь пальцы могли смотреть. Ну, действительно, там кто-то баловался. Но не бывает золота стопроцентной пробы, да, 99-99. Поэтому, может быть, и сегодня кто-то где-то нарушает. Но важно, что, почему мы всегда выступаем за сильную ветеринарную государственную службу. Чтобы все работали в равных условиях, и те, МДУ называется, максимально допустимые уровни, концентрация вредных и опасных вещей, включая остаточные, так сказать, уровни антибиотиков, не могли быть опасными для здоровья. У России по многим антибиотикам нулевая терпимость. То есть, не допускается. Вообще, ну, ноль. У нас жестче, чем, ну, если просто вы не должны его использовать. Знаете, как вот не садись пьяным, за руль и все. Но вы его не используете. По некоторым есть международно признанные, научно обоснованные остаточные уровни. И мы знаем, например, чтобы из птицы тельные антибиотики полностью вышли, к моменту, когда мы уже ее на убой отправляем, надо прекратить давать тельные препараты за 7 дней до убоя. Поэтому, если вы соблюдаете эту норму... Срок ожидания называется. А дальше у вас все равно. У вас есть лабораторный контроль внутренний, потому что вы же не хотите, чтобы вашу продукцию изъяли потом из продажи со всеми убытками. А если вы на экспорт работаете, вас же там поймают, что у вас антибиотики превышают уровень, да? Все, вы теряете права экспорта. А это глобальные финансовые потери. Соответственно, люди сегодня очень и очень к этому относятся тщательно. Это касается свиней. Мы знаем, за какой срок что нужно прекращать давать. Да, потенциально это может вести к каким-то экономическим потерям. Вдруг кто-то заболеет. А когда у нас голова болит, мы хуже едим. Там свиньи тоже. Значит, меньше будет мяса. Но это все равно важнее, чем если попасться. Ну и потом это же в прессу. Росферкосназор не скрывает эту информацию. Он ее публикует. Когда обнаруживается продукция, не соответствующая нашим строгим стандартным нормам и требованиям, они публикуют у себя на странице. Это и местные с ними публикуют. Только у тебя завтра эту курицу не то покупать не будет. Какой смысл-то? Поэтому я не могу сказать, что там все идеально. Идеально вообще в мире ничего нет. Мы все не идеальны. Но, по крайней мере, особенно учитывая, что все больше и больше предприятий работают на внешний рынок. Все больше и больше предприятий, работающих с торговыми сетями, знают, что в сетях тоже лабораторный контроль. Ну, в общем-то, конечно, я думаю, что ситуация сегодня существенно более позитивная. И плюс, как я уже сказал, что ветеринарная служба контролирует движение, в том числе лекарственных средств ветеринарного применения. Я вчера со своим соседом разговаривал. Он специалист во всех областях знаний, в том числе и по мясу. Он мне сказал так. Не верь никому. Самое лучшее мясо – это купить у какого-то фермера парное мясо, чтобы оно парное, чтобы оно не замороженное, не лежало. Везде тебя обманывают. Я, говорит, тебе дам адресочек фермера. Как думаете, он прав или что-то привирает? Да, вы так вот хищно смотрите. Да, я даже не знаю. Мне нравится. У нас вообще, вы правы сказали, очень много специалистов во всех областях. Первый миф, что парное мясо вкусное. Да, нет. Вы знаете, в дорогих ресторанах говядину держат 30-60 дней в специальных, а бывает до 100 дней уже доводят в специальных камерах, чтобы она, так называем, возревала, чтобы получала дополнительные ароматы, такие нюансы какие-то. Даже вот как сыр покрывалась немножко плесенью. И вот это самое дорогое мясо. Чем больше лежит, тем лучше и дороже. Ну, для некоторых видов, да. Например, если вы покупаете премиальную говядину мясных пород, например, абердин ангус. Как? Вы смотрите, у нее срок хранения, предположим, там 40 дней. Вот лучше где-то открывать упаковку в вакууме, это будет влажное возревание, не через 30. Потому что мясо там доходит, оно становится еще более нежным, более мягким, между прочим, более легким в приготовлении, чем то, которому, предположим, всего лишь неделя. Вот. Поэтому это первое. Парное мясо может быть всего лишь 2 часа после убоя. Поэтому я не знаю, где там фермер этот живет. Но вот если он убил свиню, а фермерской свинейки килограмм, наверное, 150 будет, да, он ее разделал, то как он за 2 часа всю свиню продаст? У меня большой вопрос. А дальше она никакая не парная. Но более того, когда вы едите так называемое парное мясо, в нем не закончились все еще процессы жизненные. То есть вы живое практически едите. Поэтому на предприятиях убоя разделки, специальные большие камеры, куда после убоя полутуши вешаются на определенный срок, это может быть 2-3 дня, это может быть иногда даже кто-то до недели, и потом только разделывают, когда все процессы жизненные закончились, остатки крови, которые еще немножко, так сказать, в туши есть, стекли, и вот тогда начинают и разделывать это мясо. Поэтому, ну, кто хочет верить в парное на здоровье, что касается охлажденного замороженного. Уже давно доказано, что никакие питательные свойства, полезные в замороженном мясе, не пропадают. Если вы правильно заморозили и правильно его хранили, не было такого колебания температуры. 0, минус 20, минус 5, минус 10, вот этого, если нет, то все сохраняется. Более того, само замороженное мясо, оно даже более безопасно. Почему? Потому что, когда у вас охлажденное мясо, неважно, это птица, говядина, свинина, оно должно до момента, когда вы начинаете кулинарную обработку, находиться в очень жестких температурных рамках. В холодильнике. Опять же, в холодильнике разные есть. Если в холодильнике 7 градусов тепла, а нам надо, чтобы он был от 1,5 градусов, то максимум до 4. И это нужно по всей цепочке. И в холодильнике, и потом, когда везут на автомобиле куда-то, на транспорте везут, в магазин или куда бы то ни было, в магазине на складе, в витрине, температура должна быть такая же жесткая. То есть, оно не испортится, если оно будет 12 градусов в течение 5-6 часов. Но если двое суток, то уже процессы бактериального осеменения, они ускорятся. Конечно, при кулинарной обработке эти бактерии погибнут, но если мы говорим о безопасности, то, конечно, нужно соблюдать этот температурный режим. А в замороженном, если вот как есть, 15-20, ну, обычно 18 пишут, да, то с ним ничего не происходит. То есть, никакие там вот эти негативные процессы, ну, практически не происходит. То есть, там настолько медленно могут размножаться какие-то бактерии, практически не размножаться, что оно остается безопасным. Бояться не нужно заморожено. Это все мифы, непонятно откуда взявшиеся. В конце концов, мы знаем, что в Росрезерве, в Госрезерве мясо хранилось по сколько лет? По два года. И ничего, замороженный потом шло, так сказать, на борщ. Ну, и на колбасу, и на борщ в армии, на все, что угодно. Поэтому все мифы. Скажите, вот если замороженное мясо разморозить, не специалист отличит его от, скажем так, незамороженного? Ох, вы мне сложный вопрос задаете. Ну, наверное, можно отличить, но я пока, я, по крайней мере, наверное, все зависит от того, как хранили опять. Если постоянно были колебания температуры. Нет, ну вот если идеально оно было заморожено, идеально разморожено. Ну, практически, я не вижу, в чем проблема. Да никак вы не отличитесь, все то же самое. То есть, вот на рынке лежит такое красивое мясо. Стоит продавец, рассказывает. Ну, и они делают, что они замораживают, хранят, хранят. Потом, перед реализацией, они его разморозили, зная, что срок хранения уже не тот, который как бы был бы раньше. Но по-честному продают. А зачем даже скрывать, что оно было заморожено? А что в этом плохого-то? Я не знаю, говорят плохо. Говорят изжога от этого. Нет? Господи, Боже мой, да изжога от чего угодно бывает. Я вот небольшой любитель всех народной мудрости. Так мы и пытаемся разобраться в народной мудрости. Вам важно, и нам всем важно, чтобы мясо было прежде всего безопасным. И полезным. Может быть, мясо полезным? Мясо само по себе один из самых полезных продуктов. Ну, во-первых, начнем с того, что человек стал человеком благодаря тому, что стал есть мясо животных. То есть не от труда? Как нас учили вскоре. Нет, не от труда. Нет, нет, труд был потом. От хорошей пищи? Безусловно. Началось от мяса. Труд был потом. Когда человек вынужден был жить на растительной пище. Ну, он тогда человеком еще, собственно, не особо не был. От вегетарианцев получим комментов. Да, ради бога. Я с ними готов беседу. Я их очень люблю. Вот. Он жевал, жевал, жевал. Чтобы получить необходимое количество калорий, ему надо было все время жевать. Отчего вот у приматов, да, мы понимаем, о приматах мы обезьяны, говорим. Вот такие челюсти, вот такой вот маленький мозг. Но вы жевать все время должны. У вас места для мозга не остается. Мы хищники. У нас клыки с вами до сих пор остались. И вот когда мы стали есть мясо, мы стали получать больше калорий. И нам меньше пришлось бегать, так сказать, собирать эти корешки всякие, листики, корнеплоды, чтобы получить просто калории. Мы стали получать полезные аминокислоты, витамины. А главное, что так как мы стали меньше жевать, мы стали больше думать, смотреть на звезды. Челюсти стали меньше, а мозга стало больше. Вот как мы стали людьми. Да, такую версию я не слышал. Это не моя версия, это такая упрощенная версия наших, да и собственно международных антропологов. Хорошо, тогда вы может быть еще разумеете. Так что мясо важнейший продукт. Мало что может заменить его. И я ни в коем случае не против вегетарианцев. Это про выбор каждого человека. Но они не должны заявлять недоказанные вещи, что типа отказ от мяса полезен для здоровья. Нет, ученые говорят, это крайне не полезно. У вас будет анемия, железодефицит, это сказать, состояние. Особенно для женщин это нехорошо. Детям нельзя отказываться от мяса, потому что как будет организм развиваться, включая мозг, без мяса. Потому что многие те вещества, которые есть в растительной пище, они так как мясное не усваивается, даже когда сегодня пытаются имитировать там что-то под мясо. Но это две большие разницы. Меня интересовало всегда, почему вот, например, русские, украинцы, белорусы очень любят сало, да? А вот попробуйте кому-то в Америке, допустим, предложить сало. Он в обморок упадет, что как это можно есть? Вот почему такие вот кулинарные предпочтения? У нас это считается хорошая вкусная еда, а там это... Вот и соленые огурцы не любят, смотреть на это не может. А мы с вами не любим. Вот предлагают сейчас там саранчу всякую. Саранчу не люблю. Ну, так сложилось. Это складывалось тысячелетиями. И потом, ну вот, что русские, украинцы любят сало. Да и в Америке сало едят. Просто, может быть, не так много. Но в Италии лард – это же сало. Чистое сало. Вообще там ни кусочка нет мяса. А на Кубе делают... Забыл, как это по-испански. Такие шкварочки. До того вкусные. Ой, почему? Это сейчас и в России делают. И в Германии делают. Понимаете? Вот у нас есть некие такие национальные традиции, да? И вот вы говорите, русские, там, украинцы, кто там еще, белорусы, любят сало. Да мы не меньше любим окорок тамбовский. Да? И окорок. Хотя это не сало совсем. И окорок тоже. И буженину мы любим. То есть запеченные свинины-то мы очень же любим. И шашлык любим. И шашлык из шейки. Даже не из шейки, а из корейки мы любим шашлык. Поэтому нельзя сказать, что вот мы только на сале живем. Просто раньше свиньи были очень сальные породы. Там толщина шпига достигала 6 сантиметров. Но ты же не будешь выбрасывать-то, да? Ну и плюс ты сало поел, много калорий, ты согрелся, зима. А если еще с чесночком? Ну вот видите как. У меня аж слюнки потекли. Поэтому мы и сегодня ем сало. Но промышленности и торговли сегодня нужны не сальные свиньи. Поэтому раньше Россия заводила почти 300 тысяч тонн этого шпига сала. В колбасу все клали. Потому что он был дешевый, 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 дешевый. Чтобы делать дешевую колбасу, туда клали много шпига. Но эта колбаса не полезная. Называется докторская. Но в ней очень много жира. Докторская не полезная? А чем же она может быть полезная? Она же жирная. Она же докторская. Это я вам сейчас расскажу. Вот. А сегодня у нас у свиней полтора, максимум два сантиметра сала. Почему? Столько уже не надо. Нет, понятно, что вы можете купить и там домашнюю свинью. Я думаю, кто-то из производителей подойдет к тому, что будет немножко более жирную свинину производить. Потому что жирная всегда немножко более вкусная. Согласитесь. Но люди сегодня говорят, вот у меня здоровый образ жизни. А свинина жирная. На самом деле, современная генетика и селекция приведет к тому, что многие части свиньи не более жирные, они такие же постные, как куриная грудка. То есть вы едите свинину, она не жирная, не вредит вашему состоянию холестерина, сердечно-сосудистой системе и так далее. Ладно, тогда уже подходя к окончанию нашей беседы, кого не послушаешь про колбасу, а про докторскую уже сказали, говорит, колбаса вообще не из мяса делается. Колбасу вообще сейчас есть нельзя, колбаса – это плохой продукт. А я, честно говоря, иногда люблю рубануть, особенно на даче колбаски. Так кто больше прав-то? Колбаса. Если вы хотите колбасу только из мяса, то лучше купите просто мясо. Колбаса же не про то, чтобы она была как мясо. Она же про то, чтобы там были разные ингредиенты. И колбаса – это, как я вам уже приводил пример, Opel и Maybach. Вы про какую колбасу говорите? Рассказываю вам. У меня есть замечательный, мне подарили книжку вот такой толщины и вот такого размера, без привлечения, альбом. Про колбасу. Мясо и мясопродукты 1938 года. Сталинские госты. Ну, вот вы сейчас мне скажете. Ну, так кто-то скажет. Вы не скажете. При Сталине точно колбасу делали из мяса. Я журналистам специально показываю, прям открываю, из чего делали колбасу в СССР при жестких гостах. Да, колбаса была разная. Была высшего сорта, первого сорта, второго и даже третьего. Это только от фитрины не может быть второй свежести. Да? А колбаса выше первый, второй и третий. Советские госты. Почему? Ну, потому что, во-первых, в СССР, хотя, говорят, все были равны, не были все равны. Тоже зарплаты были разные. Зарплата академика или профессора была намного больше, чем зарплата инженера. А уж тем более лудильщицы на заводе «Динамо». А кушать надо всем. И калории нужно всем. Вы не можете сделать одну дорогую колбасу, потому что у половины людей просто денег не будет. Так вот, в сталинском госте была ливерная растительная третьего сорта. Вот там не было мяса. Но даже там ее делали. Поэтому колбаса у нас есть разная. И продукты у нас сегодня разделены. Вы можете на упаковке почитать. А, Б, В, Г, Д. По содержанию мяса. А это правда то, что написано? Абсолютная правда. Не обманывают? Ну, я не могу сказать, что никто не обманывает, потому что, как мы договорились, что у нас вот вроде убивать людей нельзя, их убивают, да? Кто-то, может быть, и обманывает. Но в целом, конечно, нет. Контроль за этим есть. А, Б, В, Г, Д. У вас есть мясные продукты, мясосодержащие, мясорастительные, растительные, мясные и растительные. Вот они так и разбиваются. Но колбаса содержит далеко... Во-первых, и мясо бывает разное. Бывает вот даже гостовские, если взять СССРовские, там только первый сорт. А бывает первый, там и полужирная свинина какая-то. А бывает, вот много посмотрят, там манная крупа, картофельная крупа, селитра, чего там только нет, губы, пятачки. Вот советские госты. Поэтому надо перестать все время мечтать о колбасе из мяса. Потому что зельц, ну тоже своего рода колбаса и холодец. Не обязательно делать из мяса. Он может быть вкусным. Извините, такая передача вкусная. И когда мяса там меньше, а больше субпродуктов. Поэтому главное, чтобы это было вкусно, безопасно, доступно. И я рад, что в России потребление, как я уже сказал, на рекордном уровне 80 килограммов. Для примера, в мире потребление 43. Вот настолько россияне мясоеды. А раз они такие мясоеды, то не верят они во все эти нелепые слухи и разговоры с соседной лавочкой. Эх, про холодец вы зря мне напомнили. Поэтому надо нам срочно заканчивать нашу передачу. Не на обед. Потому что так захотелось мне холодца, такого настоящего, с чесночком. Вообще, я так понял из нашей беседы, что есть можно. Не все у нас так плохо. Лучше разнообразить. И, в общем-то, если уж покупать, то если есть средства, то не покупать самое дешевое. Правильно? Согласен, конечно. Ну что ж, спасибо вам большое. Мы, конечно, не поговорили про очень многое. Но так мы наметили кое-какие темы и какие-то мифы, которые у многих засели в головах, постарались развенчать. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.